Добрый день! В эфире Илья Вунг ТВ. У нас в гостях политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Орешев. Добрый день, Андрей Григорьевич. Спасибо, что вышли с нами на связь. Андрей Григорьевич, по поводу переговоров трехсторонних, которые прошли в Брюсселе, как вам видится, какие основные результаты этой встречи? И вот стало известно, что по итогам встречи стороны признали территориальную целостность друг друга. Фактически, получается, армянская сторона признала Арцах, Карабах в составе Азербайджана. Как вам видится дальнейшая судьба Арцаха и какие вообще перспективы вы видите в развитии в этом направлении? Ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что это не первое подобного рода высказывание и заявление армянской стороны, которое, да, было продублировано в заявлении Шарля Мишеля по итогам вчерашних переговоров. Кстати говоря, эти переговоры не являются каким-то единичным, каким-то таким вот актом, да, политико-дипломатическим. Их следует, на мой взгляд, рассматривать в контексте вот той нешуточной активности, которая развернулась особенно вот в текущем мае вокруг иногорно-карабахского вопроса, и армяно-азербайджанских отношений в целом. Здесь я бы не забывал и так называемые арлингтонские переговоры, целый мини-марафон с 1 по 4 мая, и следующие встречи на разных уровнях. И глав государств, ну, в случае Армении правительства, и министров иностранных дел, которые будут и в Москве, и, видимо, в Кишиневе. И вот уже по итогам вчерашних переговоров объявлено, что снова Пашиняна и Алиф соберутся вместе с той же компанией в июле в Брюсселе. Ну, очевидно, идет проработка мирного договора, на чем настаивает в первую очередь Баку. Ну, что касается заявлений Пашиняна, то это не первое подобного рода заявление. Это еще делалось в ходе пражских переговоров, и, видимо, на неофициальном уровне, как я предполагаю, этот вопрос решен. И поступала информация, например, правда не по Брюсселю, а по Арлингтону, что там армянская сторона, признавая то, о чем вы сказали, территориальную целостность в рамках бывших советских республиках, тем не менее отстаивает идею формирования по Нагорному Карабаху некого международного механизма под эгидой Соединенных Штатов, Европейского Союза или ОБСЕ, формирования международного механизма по Нагорному Карабаху, аналогичному тому, который существовал до последнего времени, но сейчас он по факту не действует, механизма женевских консультаций по стабильности и безопасности в Закавказье с участием, как вы знаете, России, Грузии, Южной Осетии и Абхазии при посредничестве Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза тоже. Я повторюсь, этот механизм, да, не действует, потому что Соединенные Штаты оборвали все каналы связи с Россией, в том числе и по механизму регулирования региональных конфликтов, но, тем не менее, вот армянская сторона настаивает или, по крайней мере, предлагает, насколько мы можем судить, нечто подобное. Баку, естественно, против. Как он выступал и против, значит, предложений российской стороны о том, чтобы вопрос политика правового статуса Нагорного Карабаха с учетом территориальной залостности Азербайджана, признанной Ереваном, обсудить попозже, оставить его на более поздний период. Ну, вот в этой связи остаются вопросы относительно, значит, тех повестки дня предстоящей московской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Ну, мне кажется, что Москва будет пытаться сконцентрироваться на разблокировании и восстановлении коммуникационных связей между Арменией и Азербайджаном в контексте деятельности трехсторонней комиссии, вице-премьеров, работа которой, к сожалению, по факту приостановлена. Вот уже скоро год будет как, да, в июне, в прошлом, с июня, значит, министры и вице-премьеры не собираются. Но мы видим в то же время, что в Брюсселе готовится некий подобный формат, о нем уже заявлены, и, очевидно, он будет дорабатываться. Даже, по-моему, в Брюсселе было объявлено, что некая встреча состоится в ближайшее время на Азербайджанно-армянской границе, посвященная вопросам демаркации и делимитации. То есть, как мне кажется, Запад пытается форсированно так перехватить у российской стороны все каналы коммуникаций и те политико-правовые форматы, механизмы взаимодействия, которые позволяли бы с той или иной степенью эффективности решать актуальные вопросы постконфликтного регулирования на Южном Кавказе, на Кавказе. Ну, очевидно, это следует рассматривать в контексте той борьбы геополитической, которая ведется всеми доступными способами коллективным Западом против России на постсоветском пространстве, пользуясь занятостью российской стороны в ходе специальной военной операции на Украине. Это, безусловно, внушает тревогу. Но нам остается только следить, как будут развиваться события дальше и пытаться упредить некие негативные сценарии. Вот по поводу того, что как бы стороны призывают международное сообщество обеспечивать безопасность и права населения Республики Арцах, означает ли это вывод российских миротворцев? То есть, как вы уже сказали, международные механизмы хотят задействовать, а судьба российских миротворцев как бы обидится? Много высказывается предположений на этот счет. Понимаете, мы живем в такое время, когда нельзя исключать ничего. И, конечно, этот вопрос будет обсуждаться, как мне кажется, прежде всего в рамках российско-азербайджанского диалога, при том, что армянская страна, официальный Ереван, фактически самоустранился от решения этого вопроса. Но в случае подписания мирного договора, как мне кажется, этот вопрос станет со всей остротой, потому что формальный предлог и, так сказать, формальное основание для пребывания российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, на части территории Нагорного Карабаха, они как бы с формально правовой точки зрения отпадут. Возможно, будут некие политические договоренности. Как, каким образом сложатся эти расклады через два года, а, возможно, и раньше, сейчас судить достаточно затруднительно. Мне кажется, что в Москве будут пытаться, по крайней мере, прояснить намерение и Баку, и Еревана в этом вопросе. Естественно, не только по линии контактов, трехсторонних контактов министров иностранных дел, то, что будет 19 мая. Что касается периодических, звучащих, я вот от разных армянских экспертов слышу, значит, идею о вводе некоего международного миротворческого контингента в республику Арцах, ну, мне кажется, что это фантазии, авторам которых не мешало бы почитать современную англоязычную западную аналитику по этому вопросу, в том числе и доступную в открытом пространстве. Вот, например, недавнюю статью Foreign Policy в других изданиях, где достаточно четко, на мой взгляд, фиксируется позиция западного экспертно-аналитического сообщества по данному вопросу. Они четко выступают за территориальную целостность Азербайджана в бывших советских границах, и, соответственно, нет никакого намерения и, насколько я знаю, нет никаких практических планов по реализации подобного рода прожектов. Те, кто их озвучивают в армянском информационном пространстве, они просто вводят, на мой взгляд, общественность за нос. Вот буквально вчера Дмитрий Песков давал интервью и говорил о блестящем будущем армяно-российских отношений, несмотря на наличие каких-то чувствительных моментов. Параллельно этому глава СНБ Совета безопасности Армении заявил, что в Ереване обсуждали вопрос выхода из ОДКБ, обвинил российскую сторону в том, что договорные обязательства не соблюдаются, что не поставляется оружие, и надо искать новые поставки вооружений, новые механизмы обеспечения безопасности. Вот как одно с другим, на ваш взгляд, коррелируется? Видите ли вы такое блестящее будущее? И вот как вам видится, почему армянская сторона так выступает, а российская сторона иначе видит ситуацию? Ну, начнем, наверное, с Армена Григоряна, заявление которого сенсацией в российском экспертном сообществе и Москве в целом не стали, уверяю вас. По-моему, может быть, даже в одном из наших с вами предыдущих эфиров мы упоминали, могли, по крайней мере, упоминать о том, что такие вопросы в Армении действительно обсуждаются. Я мог бы предположить не без активной роли самого Армена Григоряна в обсуждении, так сказать, этих вопросов. Ну, здесь есть, так сказать, некая формальная сторона и более, так сказать, общий политический контекст. Я думаю, что важно добиться демаркации, делимитации, по крайней мере, начала этих процессов на армяно-азербайджанской границе и четкого понимания того, что там действительно происходит, чтобы не быть заложниками различного рода противоречивых слухов и интерпретаций. Потому что мы разные видим, в том числе и среди армянских, скажем, военных специалистов, которые постоянно мониторят эту ситуацию и следят за теми процессами, которые там периодически возникают. Мне кажется, что Дмитрий Песков мог иметь экономические взаимоотношения, экономические взаимосвязи между Россией и Арменией, которые действительно приобрели достаточно такую позитивную динамику в последнее время. Это отмечалось, кстати говоря, и руководителями правительства Армении. Сам Пашинян, по-моему, об этом говорил. Вы знаете, немножко как и по многим другим параметрам ситуация тут в российско-армянских взаимоотношениях перевернулась по сравнению, скажем, с началом середины 90-х годов, когда экономические отношения заметно проседали, а вот военно-политические связи динамично развивались. Сейчас мы видим, что во многом дело происходит с точностью, да наоборот, что, конечно, вызвано как объективными обстоятельствами, так и субъективными обстоятельствами. То, что вы упомянули по поводу оружия, да, совершенно очевидно, какая сейчас ситуация с арсеналами, и многое задействовано, скажем так, на юго-западном направлении, но в то же время я что-то не слышал, чтобы российская сторона запрещала покупать Еливану оружие из Армении или из Индии или из других каких-то перспективных, может быть, военно-политических партнеров Армении. Что касается Ирана, насколько я понимаю, даже нету такого более-менее комплексного соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Ереваном и Тегераном. Может быть, господин Григориан будет говорить, что и здесь Россия каким-то образом строит козни. Ну, здесь в этом случае можно только посмеяться. Посмотрим, как будут развиваться двусторонние военно-политические связи Армении с третьими странами и какие конкретно контракты будут заключаться. Я думаю, что реальные дела здесь будут гораздо краснелечивее слов, скажем так. Вчера вот прошли выборы в Турции и ожидается, скорее всего, второй тур. Многие эксперты предвещают дестабилизацию ситуации в стране. Как это может подействовать на ситуацию на Южном Кавказе в целом? Знаете, мне кажется, что действительно не исключена дестабилизация общественно-политической ситуации в Турции, потому что, скажем, западные различные круги, они не скрывают своей заинтересованности в уходе действующего президента, Джепа Тайпе Адугана, при том, что его шансы на второй тур, будем это признавать, они предпочтительные с учетом результатов первого тура и немаловажно с учетом того, что про-эрдугановская коалиция заняла то ли 321, то ли 322 места, вот я сейчас точно не помню, по предварительным данным, и из 600 мест в турецком парламенте, в Великонациональном собрании, вот, в этой ситуации избрание, теоретическое избрание оппозиционера президентом обозначало бы немедленный клинч с парламентом и вот действительно дестабилизацию, новые выборы и так далее. Динамика, она такова, что ничего нельзя исключать, особенно с учетом обозначенных предпочтений Сирена Агана, да, который, несмотря на свои 5%, вроде бы готов призвать голосовать за оппозицию. На всяком случае, ситуация неоднозначная. Мне кажется, что при любом исходе второго тура президентских выборов в Турции особых изменений в турецко-армянске, скажем, контакты ожидать не стоит, при том, что, конечно, действующие власти и администрации Эрдогана, они четко заявляют о том, что предпосылкой для нормализации армяно-турецких контактов и не должен служить договор между Арменией и Азербайджаном. То есть они четко придерживаются и прислушиваются к позиции официального Баку, что, опять-таки, вполне естественно, с учетом той диверсификации двусторонних торгово-экономических связей и с учетом той роли, в том числе экономической, которой Азербайджан, так сказать, и связанные с ним, скажем, компанией и приобрели в некоторых секторах турецкой экономики, в частности, в энергетике. Ну, недавно, как вы знаете лучше меня, к проблемным вопросам в армяно-турецких взаимоотношениях добавился памятник героям операции «Немезис», дал установленную в Ереване, после чего буквально, по-моему, на следующий день, 25 апреля, Меврючеву Шагну заявил об ограничении и даже о закрытии турецкого неба для армянских различных авиационных компаний, для грузовых самолетов, для пассажирских самолетов из Армении. Посмотрим, как будет решаться этот вопрос. Ну, очевидно, таких вопросов на пути нормализации двусторонних турецко-армянских взаимоотношений больше, чем ответов. И должен признать, что и я первоначально достаточно так с интересом наблюдаю за деятельностью двусторонней вот этой комиссии, о которой сейчас, по-моему, вообще практически ничего не слышно. Должен признать, что я был некоторым оптимистом в этом вопросе. Андрей Григорьевич, вот уже подходит первое полугодие 2023 года к концу, и очень ситуация была нестабильная в нашем регионе. Как вам видится во втором полугодии? Какая перспектива развития? Чего ожидать? Я думаю, что второе полугодие, оно будет не менее бурным, не менее интересным, не менее насыщенным. Уже объявлена вот эта июльская встреча в Брюсселе, которую мы упомянули. Возможно, там мы увидим, так сказать, нечто новое, некий новый поворот. Я хотел бы добавить, что я с большим интересом следил, начал следить и буду продолжать следить за подготовкой и проведением выборов в Совет-Старейшем армянской столице, города Еревана, результаты которых могут оказать, как мне представляется, существенное влияние на расклады, вот, политические, внутреполитические, самой республики Армения и, в частности, на позиции правящей партии. А с учетом того, что Ереван это то ли треть, то ли больше трети избирателей, то мы можем делать некоторые прогнозы уже и на будущее. Вот, и это, конечно, далеко не единственные, так сказать, такие знаковые события второй половины 2023 года. Я так понимаю, что скучной нам всем точно не будет. Большое спасибо вам за интересное интервью. Спасибо вам.